Мы все знаем, что где крутятся большие деньги, всегда есть риск быть обманутым. И в недвижимости такие риски тоже есть. Сегодня я расскажу вам, какие есть риски, что обязательно нужно проверить, чтобы такого обмана избежать. И как сделать так, чтобы ваш весь процесс покупки недвижимости прошел как по маслу, а вы при этом не остались без денег и без недвижимости. Итак, давайте пройдемся по всем этапам покупки недвижимости на Кипре. И на каждом из этих этапов поймем, что может пойти не так. На Кипре недвижимость мы можем купить двумя способами. Это оффлайн, когда клиент приезжает на остров, ездит, смотрит варианты, выбирает, и все как бы может потрогать, грубо говоря, вживую, увидеть своими глазами. И второй вариант — это онлайн, когда покупка совершается удаленно. Как известно, на Кипре не обязательно присутствовать на сделке, не обязательно вообще в принципе приезжать на остров, чтобы приобрести недвижимость. Но, конечно же, при выборе такого варианта риски увеличиваются. И самый большой риск, с которым вы можете столкнуться на первом этапе выбора недвижимости — это недостоверная информация, предоставленная застройщиком или брокером. То есть о отделке, о высоте потолков, о различных строительных спецификациях здания и его технических характеристиках. В этом случае, конечно, опять же, вам нужно доверять застройщику, к которому вы идете. Но обязательно, всегда этого, кстати, не все знают и не все делают, нужно запросить у застройщика технические спецификации под конкретные объекты. Там вы увидите, во-первых, высоту потолков, используемые материалы и то, что входит в стоимость. Потому что, например, вы можете купить недвижимость, как вы думаете, предположим, с теплыми полами и системой кондиционирования в стоимости. А потом может скрыться, что, оказывается, это были дополнительные услуги. То есть это обязательно нужно обговаривать. Тут может быть даже нисколько обман, а некая хитрость. Потому что если вы не спросите, вам и не скажут. Поэтому на данном этапе, если вы что-то выбираете, особенно онлайн, я бы задавала как можно больше уточняющих вопросов и просила как можно больше документов. Если застройщик откажется предоставить такие документы, конечно же, это должно вас максимально напрячь. Второе – это юридическая чистота самого объекта недвижимости и застройщика. То есть, когда вы выбираете онлайн, особенно если это проект офф-плана, а на Кипре в основном все продается офф-план, то есть со стадии котлована или вообще со стадии участка. Поэтому первое, в чем нужно убедиться, это в том, что вообще-то участок куплен девелоперам. То есть, что титульный лист на этот участок, это основной документ, находится на имени застройщика уже, а не еще на предыдущего владельца земли, потому что тогда могут быть проблемы. Второе – застройщик сам должен быть юридически чист, то есть он не должен ни с кем быть в судах, у него не должно быть каких-то проблем, недостроенных объектов недвижимости. Там достаточно много подводных камней. Когда вам уже понравился объект, я рекомендую тщательно изучить репутацию самого застройщика, естественно. И третье – то, что на самом деле не является чем-то незаконным, но усложняет процесс в дальнейшем передачи недвижимости собственнику, это когда земля находится в кредите. То есть, например, застройщик ее взял под кредит. Это тоже на самом деле не есть хорошо. Лучше, когда застройщик является стопроцентным собственником, он уже оплатил землю и является ее полноценным собственником на титульном листе. Чтобы это проверить, нужно запросить разрешительную документацию на строительство и, соответственно, титульный лист на участок земли. И еще один подводный камень, с которым вы можете столкнуться при выборе недвижимости онлайн – это ее локация. Здесь, опять же, не будет прямого обмана как такового, но вам могут застройщик и брокер предоставить такие фотографии, такие виды, такие рендеры, что, например, вы не увидите реального окружения этого объекта. То есть, например, у вас может быть прекрасный дом в прекрасной локации, но по предоставленным вам материалам вы, например, не увидите, что перед ним огромное пятно земли, которое, скорее всего, будет застроено в ближайшее время. И чем вам это грозит? Во-первых, там стройкой, например, в ближайшие пять лет прямо у вас, перед вашими окнами. А второе – тем, что виды, обещанные вам, могут перекрыться. Поэтому нужно обязательно изучить территорию рядом. Помимо того, что узнать, какие там есть магазины, удобства, в пешей доступности и так далее, какой пляж рядом. Нужно убедиться, что та информация, которую вам предоставил брокер по недвижимости, является адекватной и актуальной. И если, например, у вас нет знакомых, кто готов съездить и посмотреть локацию за вас, то вы можете даже открыть Google панораму и сами самостоятельно изучить. Обычно крупные застройщики очень дорожат своей репутацией и, конечно же, стараются не допускать таких моментов, как мы перечислили выше. А мы, в свою очередь, делаем еще дополнительную фишку для наших клиентов – это 3D-тур по объекту, когда вы находитесь на участке, наводите планшет либо телефон на местность, и вы прямо видите, как вырастает дань, то есть как оно будет расположено уже именно в самой среде. Это очень удобно и классно, и на самом деле это даже строителям очень помогает. Следующий этап, когда мы уже выбрали наш объект недвижимости, нам его нужно зарезервировать, чтобы снять его с рынка, с продажи. На Кипре сам процесс сделки и подготовки основного договора, всех документаций, он занимает достаточно большой отрезок времени, то есть от месяца до двух. Поэтому за время, пока все это подготавливается и проверяется, нужно, чтобы объект был уже за вами, числился на вас. Обычно при этом вам нужно заплатить некую сумму, как правило, это 10-20 тысяч евро, чтобы снять объект с продажи. И вот здесь, прежде чем вам эти деньги отдать застройщику, потому что именно в этот момент вы фиксируете сумму сделки, вам нужно окончательно проговорить, что в эту стоимость будет входить. Еще мой совет на этом этапе, когда вот уже застройщик видит, что вы готовы купить, но еще сомневаетесь, постарайтесь включить что-то побольше. На Кипре принято торговаться, то есть, может быть, какую-то бытовую технику, может быть, какие-то дополнительные еще для вас важные вам моменты. То пытайтесь включить максимум всего в ту стоимость, которая оговорена. И пропишите это обязательно в самом резервационном соглашении, чтобы потом не оказалось так, что в резерве ничего не указано. И вам недобросовестный застройщик на стадии уже основного большого контракта скажет, а мы не обговаривали. Поэтому максимум полезной и важной информации должен быть даже в первом резервационном соглашении, когда вы отдаете еще относительно небольшую сумму. Нужно ли иметь какой-то европейский счет для покупки недвижимости? Для покупки недвижимости на Кипре не нужно иметь свой счет. И вообще по закону, если особенно вы подаетесь на АПМЖ, деньги нужно завести именно на счет застройщика, а не на свой счет, а именно на счет застройщика из третьей страны. По нынешней ситуации счет можно открыть только после того, как вы уже получили карточку ПМЖ на руки. После этого вы можете открыть свой собственный счет, чтобы, соответственно, эту недвижимость обслуживать для каких-то своих расходов на Кипре и так далее. Но это могут только резиденты. При этом вы можете купить квартиру на Кипре, не будучи резидентом, просто как инвестиционную недвижимость. Перевести деньги на счет застройщика, оплатить ее, быть полноценным владельцем. Ну, просто у вас не будет своего счета, в этом нет ничего страшного. Итак, чтобы не быть обманутым, на этом этапе очень важно проверить все по порядку. Резервационное соглашение было составлено, что вы с ним ознакомились, все поняли, все свои вопросы задали, все обоговорили, после этого подписали. И, соответственно, что после того, как вы отдали деньги, определенную сумму, о которой вы договорились застройщиком в качестве резерва, вам выдали чек. Далее, после подписания резервационного соглашения происходит подготовка основного договора. Он достаточно большой, объемный, там указаны все детали, все моменты по застройщику, по его праву на землю, по разрешениям на строительство. И также очень важный момент, в этом договоре указаны стадии дальнейших платежей. То есть на Кипре мы можем платить двумя способами. Если мы покупаем недвижимость офф-план, то есть с участка, то у всех застройщиков есть такая опция, как рассрочка. Как правило, первый платеж, он порядка 40%, далее разбивается по этаповому строительству. И, соответственно, это все длится на период стройки. То есть это может быть 2-3 года, в зависимости от размера объекта. И, соответственно, вам нужно обязательно в основном договоре проверить, что застройщик прописал все стадии ваших следующих оплат, и как в процентах, так и в суммах. Какой у вас будет налог. Если вы понижаете НДС, вы обязательно должны оговорить застройщикам, какие будут платежи, на каком этапе он будет понижаться. Еще один важный момент, который на этом этапе основного договора нужно проверить. Вам обязательно нужно убедиться, что в договоре прописаны штрафные санкции застройщику за задержку строительства. А на Кипре что, задерживают строительство? Ну, на Кипре, в принципе, задерживают все по жизни, да. То есть все достаточно медленно, и строительство тоже зачастую задерживают. Как правило, есть серый период, на который застройщик юридически имеет право задержать объект, либо сдать его раньше. Как правило, это 3-4 месяца. А дальше каждый месяц он должен вам платить определенный штраф. И вам нужно убедиться, что в договоре все это прозрачно и четко прописано. То, что у застройщика нет обременений, это тоже проверяется на этом этапе? Да, это проверяется тоже на этом этапе. Если там какие-то обременения, вам договор в земельном кадастре не зарегистрируют. Его же потом еще государственные органы проверяют. Ты же вначале подписываешь застройщиком, а потом у тебя еще государство этот контракт проверяет. Тебе нужно вот на стадии, до того, как ты заплатишь первый взнос, уже большую существенную сумму, то есть там, например, 40%, нужно убедиться, что у застройщика нет никаких обременений. Ну, либо если они есть, что ты в курсе, с ними осведомлен и так далее. Обычно обременения, что делают, они задерживают выдачу титула в дальнейшем. То есть, если у застройщика земля в кредите, то он тоже может строить. Такой вариант возможен. Он просто менее интересен для покупателя, потому что потом это обременение банк будет постепенно снимать с застройщика и, соответственно, будет задержка с выдачей титулных листов. И вообще на данном этапе, что я вам порекомендую, чтобы себя максимально подстраховать со всеми этими историями. Это либо первый вариант. Выбирать застройщика, которому вы доверяете на 100%, у которого чисто репутация, хорошие отзывы. И лучше, если вам его кто-то рекомендовал из тех, кто уже приобрел недвижимость у него. Либо же, если у вас есть хоть малейшие сомнения, я вам рекомендую воспользоваться услугами местных юристов, которые уже, как опытные профессионалы здесь, на рынке, проверят застройщика на все обременения, на все необходимые документы, регистрации и так далее. То есть вам будет спокойнее. Разумеется, эта услуга стоит денег. Как правило, это в районе 1% от стоимости недвижимости. Но помимо юристов-застройщика, у вас будет еще ваш юрист, который полностью вас сопроводит, со всех сторон подстрахует и ответит на все вопросы. Если вы покупаете недвижимость в первый раз, возможно, есть смысл задуматься об этом. И зачастую бывает так, что к нам клиент обращается первый раз вместе с юристом. То есть все этапы мы проходим вместе. То есть юристы с нашей стороны, юристы со стороны клиента и, соответственно, сам клиент. А вторую и третью покупку он уже делает самостоятельно, просто силами наших юристов. Могу сказать, нам в плюс это очень приятно, что так происходит, потому что, помимо того, что наши клиенты возвращаются за второй и третьей покупкой опять к нам, они нам доверяют и им нравятся, так они еще и даже юристы уже не подключают к этому вопросу. Еще один важный момент, на который я хочу обратить ваше внимание до того, как мы перейдем к следующим этапам, это момент самой оплаты. На Кипре банки, прежде чем принять денежные средства от клиентов из-за рубежа, из любой страны, требуют обязательно от них прохождение банковской проверки знать своего клиента. Называется она KYC. Кипрский банк у вас запросит различные документы, подтверждающие ваши доходы, саму легальность доходов, вашу платежеспособность, потому что они должны понимать, кто у них покупает. Я вам очень рекомендую сразу после подписания резервационного соглашения, когда у вас есть только намерение купить эту недвижимость, собрать все документы, наши юристы с радостью вам их предоставят, весь список, собрать все документы, предоставить их юристам, чтобы заранее до того, как вы начнете отправлять сюда деньги, вы уже были уверены, что банк их примет. Если вы заранее не предусмотрите эту ситуацию, то может возникнуть такая печальная история, что деньги вы отправите, а потом банк их просто развернет обратно. Поэтому этот момент нужно учесть, чтобы сделка прошла максимально гладко, приятно, и вы остались довольны. Ну, а мы как девелоперская компания сопровождаем наших клиентов на всех этих этапах. С ними работает специальный человек, юрист, который эти документы помогает подготовить, который рассказывает, что и как нужно собрать, и дальше этот же человек сам подает их в банк. То есть вам не нужно самим напрямую связываться с банком. Это делаем мы. От вас нужно только нам предоставить всю эту информацию. Итак, переходим к следующему этапу. Далее, когда мы оплатили первый взнос, когда мы подписали уже основной договор, его подписывают, как правило, две стороны. Это сам девелопер и клиент. Соответственно, после этого договор нужно простамповать и зарегистрировать в земельном кадастре, потому что только после этого действия вы становитесь полноправным собственником. То есть на Кипре система устроена так, что в отличие от стран СНГ, вы являетесь собственником уже после того, как оплатили 40% стоимости. Но этот момент я вам рекомендую обязательно проверить. То есть после того, как вы подписали договора, пожали руки, отдали деньги, после этого, спустя 10 дней-две недели, это не очень быстрый процесс, обязательно запросите у застройщика оригинал договора, уже не только подписанного с вашей, с его стороны, а обязательно со всеми официальными штампами, печатями и гербами. И до того, как вы получите титул на недвижимость, который получается уже после того, как объект построен и введен в эксплуатацию в течение нескольких лет, вот до этого момента этот договор купли-продажи является вашим главным и основным документом, что вы собственник. И как известно, на Кипре действует британское земельное право, поэтому клиент здесь всегда защищен больше, чем застройщик. Итак, давайте подытожим. Достаточно много моментов, всех их надо учесть. Выглядит все это достаточно спугающе и объемно. И здесь у вас есть несколько вариантов. Вы можете делать все это сами, это никем не запрещено. Вы можете сами проверять застройщика, безусловно, сами зарегистрировать свой контракт в ленд-регистре. Также вы можете нанять себе юриста, сопровождающего вашу сделку. Но есть одно главное правило, которое я вам очень советую соблюсти при любом варианте, какой бы вы ни выбрали, это выбрать именно надежного, проверенного застройщика с хорошей репутацией, который давно на рынке, который достроил ни один объект недвижимости, и у которого есть за спиной большой объем довольных, счастливых клиентов, у которых все эти этапы прошли успешно. А как же все-таки понять, что застройщик действительно надежный? Безусловно, самый оптимальный и правильный вариант, это когда вы сами прилетаете на остров. В данном случае вы можете приехать на саму локацию, посмотреть у застройщика его шоу-рум, то есть оценить качество строительства лично, потрогать отделку, понять, как все это выглядит вживую. Далее проехаться по городу, посмотреть, какие объекты уже были построены год, пять лет назад, семь лет назад. То есть это уже дает вам понятие о самом застройщике и о его объемах, как все это выглядит, как здание эксплуатируется после какого-то количества лет. Вам станет уже гораздо понятнее. И в конце я очень рекомендую обязательно посетить сам офис, где сидят сотрудники. То есть это тоже очень многое может сказать о компании, что офис большой, красивый, удобный, с нормальной зоной рецепшн, вам все вовремя предоставили и так далее. То есть после этого у вас, конечно же, уже будет определенный пул доверия к этому застройщику и не будет ощущения, что где-то что-то вам не досказали. Ну а если у вас все же нет возможности прилететь, а недвижимость на Кипре купить хочется, то я вам рекомендую изучить все моменты, которые мы рассказали вам выше, внимательно, проверить себя по чек-листу, что вы подстраховались на каждом из этапов. И в идеале, конечно же, в такой ситуации, когда вы покупаете удаленно, что вас будет сопровождать либо проверенный юрист, либо брокер, потому что вам самим так будет спокойнее. То есть чтобы был кто-то на земле здесь, кто понимает рынок, кто разбирается и кому вы, безусловно, доверяете. И хочу отдельно сказать, что по нашему опыту в нашей компании, в BBF, у нас примерно количество сделок это 40 на 60 процентов. То есть 40 процентов это сделки, которые происходят без присутствия клиента лично на острове. И, конечно же, без разницы, как покупает клиент здесь на месте либо удаленно, мы максимум внимания уделяем ему, все объясняем, проводим столько зумов, сколько необходимо, с теми людьми, с которыми важно пообщаться. Мы обязательно делаем нашим клиентам онлайн-показы. Мы всегда на связи и предоставляем полную информацию в максимально короткие сроки. Ну, а если вы хотите получить более подробную и широкую информацию о всех этапах сделки, о всех подводных камнях и так далее, то я рекомендую вам обратиться к нашим специалистам по ссылке внизу в описании. А в комментариях поделитесь, пожалуйста, было ли вам полезно и какие еще темы вам бы хотелось, чтобы мы осветили. Субтитры сделал DimaTorzok